Продолжение следует... Продолжение следует... Вот еще люди пишут из Казани, есть Оренбуржия. То есть все в первый раз подключились, да, на дневном вебинаре не было никого. Продолжение следует... Хорошо. Елена тоже впервые. Отлично. Ну, честно сказать, я даю второй вебинар в своей жизни, поэтому строго не судите. Максимально постараюсь объяснить, рассказать как можно проще, чтобы всем было все понятно. И по поводу вопросов я постараюсь комментировать во время вебинара, поэтому надеюсь на вашу активность. И если какие-то более сложные вопросы возникнут, постараюсь на них ответить в конце тогда. Для тех, кто впервые у нас дневной вебинар прошел в таком вот ключе около часа, я полагаю, что наш вечерний вебинар тоже займет около часа. Итак, тогда переходим, уважаемые господа. И у нас с вами тема это развитие критического мышления школьника в обучении английскому языку. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, а с такой вот технологией ранее вы работали? Кто-то пишет, нет. Вот Анастасия пишет, что не работала. Кристина работала. Отлично. Если у вас банная тема покажется знакомой, я постараюсь дополнить ваши знания, может быть вы меня дополните, будем смотреть. Итак, тогда давайте приступать. Итак, скажите, пожалуйста, как вы думаете, что же такое именно это мышление критическое? Как мы можем его определить? Вот давайте попробуем дать определение. Это умение найти кого и за что покритиковать, умение написать отзыв о фильме, книге, умение признать свои недостатки или умение видеть несколько сторон одной и той же проблемой. Как вы считаете, что это такое? Четвертое пишет Елена, хорошо. Все пишут последнее. Совершенно верно. Главное, что нужно понять в критическом мышлении, что это не критика. Это не критика как целенаправленный поиск недостатка в предмете исследования. Это именно, скажем так, на критическое мышление, это один из способов интеллектуальной деятельности человека. Это процесс. Процесс, который мы с вами проводим, когда пользуемся нашими знаниями, которые у нас уже имеются, и можем эти знания сопоставить с внешней новой информацией. Также мы можем вырабатывать решения, которые можно принять, которые необходимо дополнить, либо опровергнуть. Все это перечисленное можно охарактеризовать следующими умениями. Самое одно из ключевых, я считаю, это правильно суметь определить ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам, выявлять превзятые отношения, мнения, суждения, уметь также факт отличить. Отличного мнения или предположения, которые всегда можно проверить. То есть, любую информацию, которую мы с вами получаем, самое главное, это правильно суметь ее проанализировать. Также отделить главное от существенного в тексте и уметь делать вывод о том, чьи интересы идейной установки отражает сам текст. И я... Так, продолжаем. Конечно же, как и любой технологии, особенно если вы впервые ее используете, конечно же, могут возникнуть проблемы. Как вы считаете, какие проблемы, с какими проблемами или трудностями мы с вами можем столкнуться, когда работаем с такой технологией развития мышления? Как вы считаете, вот какие могут быть проблемы? Две из них я представил на экране, но есть ли у вас еще какие-либо предположения? Да, вот нам Лейла пишет, не умение анализировать. В принципе, да, так оно и есть. На самом деле узкий кругозор обучающегося. Да, действительно, порой просто смелости не хватает ученику, чтобы ответить, пишет нам Мария. Полностью согласен и плюс предлагаю вам две такие насыщенные проблемы. Это трудно научить правильно работать с информацией и различными информационными источниками, а также само неумение учащихся правильно оценивать полученную информацию. Это абсолютно так. Во-первых, информации в наше время очень много, чересчур. Но поскольку есть и проблемы, то, соответственно, есть и решение. Как вы думаете, как такие проблемы, трудности можно решить? Есть ли у вас предположения? Поскольку, я думаю, любую проблему можно решить, вопрос как? Так, вот именно ваше мнение мне интересно. Как вы считаете, возможно ли вообще преодолеть данные трудности? Я считаю, что, конечно же, возможно. И я вам предлагаю несколько вариантов решения. Первый – это именно развить умение обработки и отбора информации и вырабатывать умение учиться самостоятельно. И вот Наталья Ивановна дополняет, что нужно отсеивать ненужную информацию. Совершенно верно. Нужно все фильтровать. Смотрите. Поскольку мы живем с вами в быстро развивающемся времени, когда очень много технологий, очень много различной информации, особенно если мы говорим «Ок, Google», тут же все сразу высвечивается, появляется различная информация, даже порой та, которая не нужна ни нам, ни ученикам. Поэтому наша задача – их научить, как правильно выделять главное. Поэтому я вам подготовил такую небольшую базу. Вот оно. И обратите ваше внимание, что также ВГОС сам, вместе с технологией критического мышления, нам дает личностно ориентированное обучение. Поскольку ВГОС направлен вместе с этой технологией на то, чтобы человек всесторонне развивался, мог использовать свои знания, которые у него есть. Соответственно, он работает над своим «Я». Это также учит уважать мнение чужое, но и, конечно же, правильно отстоять свое. Надеюсь, что вы со мной согласны в этой позиции. И для вас я подготовил базу. Три небольших этапа, базовых этапа, именно самой технологии. Вызов, осмысление содержания и рефлексия. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, с каким из этих этапов вы знакомы лучше всего? Есть те, кто работал ранее с вызовом, осмыслением содержания, рефлексией. Вот Дарья Валерьевна пишет «Рефлексия». Все работали с третьим. Популярный метод, я смотрю. Вызов тоже знаком, хорошо. Второй и третий пишет Светлана. То есть большинство именно работали с рефлексией. Согласен. Рефлексия на самом деле один из ключевых этапов, поскольку это, скажем так, подведение итога всего урока. И ученикам интересно всегда, что же они нового узнали. И для нас это тоже полезная информация, когда мы хотим выявить, скажем так, те пробелы в знаниях, над которыми еще нам стоит поработать. Соответственно, рефлексия нам в этом поможет. Но об этом мы поговорим более детально. А сейчас давайте тогда с вами перейдем к первой фазе, и это вызов. Переходим к вызову. Да, вот он, прошу прощения. Итак, что же такое вызов? Вызов, в первую очередь, это актуализация уже имеющихся знаний. В среднем на вызов отводится буквально, скажем так, 5-10 минут от общего времени урока. Вызов — это нестандартное начало учебного процесса. Его можно использовать вместо повседневных фраз в разговорной разминке в самом начале урока. И еще раз подчеркну, что вызов — это актуализация имеющихся знаний, то есть это как бросить удочку, чтобы понять, кто что помнит из учеников. Также это ведет и к пробуждению интереса к получению новых знаний. Также давать обучающимся возможность высказываться свободно, не боясь ошибиться. Хочу заметить важный факт, что не бывает на стадии вызова правильных или неправильных суждений со стороны учеников, поскольку любое мнение имеет право быть, и это очень важно помнить, уважаемые коллеги. Также, в чем хорош этот метод, можно сочетать индивидуальную работу, так и групповую. В индивидуальной работе, это получается у нас с вами, каждый ученик имеет право высказаться, а групповая работа, когда ученик может послушать мнение своих одноклассников. Совершенно верно, Людмила нам пишет, это как warming up, отвечаю на ваш вопрос, да. Так оно и есть, но слегка видоизмененный. И я вам предлагаю буквально три метода вызова, которые можно использовать. Это мозговой штурм, карта памяти и ролевая игра. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, с такими методами вы раньше сталкивались? Мозговой штурм, brainstorming, карта памяти, mind map и ролевая игра. Roleplay. Все пишут, что сталкивались со всеми. Кто-то пишет первый и второй, первый и третий. Отлично. Ну, тогда перейдем к обсуждению. Вот смотрите, мозговой штурм. Цель его метода проста. Цель этого метода проста. Это активизация уже имеющихся знаний. То есть, например, можно брать тему урока, и по ней дети начинают высказываться в своей ассоциации, о чем это может быть и так далее. Карта памяти – это систематизация материала или сбор необходимого языкового материала. Ну, к примеру, на примере покажу, а потом перейдем к ролевой игре. Вот смотрите. В пример я взял пособие издательства титул New Millennium English, 7 класс. Вот lesson 1 и тема School Small Talk. Сама уже тема School Small Talk и будет как основной такой вот ключевой фразой. И уже дети, видя School Small Talk, могут дать свои ассоциации. Ну, кстати, не обязательно переводить сам термин, поскольку нужно дать возможность ученикам понять, что такое Small Talk, постараться. Пусть переведут его дословно. В этом не будет ничего катастрофического. Учитель выполняет, самое главное, коордиционную роль. То есть, он не должен быть источником знаний. Дети дают свои какие-то предположения, а учитель их записывает. А дальше уже можно разобрать. И по поводу карты памяти, опять-таки, тему можно записать в центре. Идет поток идей. Опять-таки, дети высказываются. И по поводу... И все, конечно же, они могут фиксировать, кто что сказал. На каком... О какие-либо фразы, либо выражения. Вот. И смотрите. У вас представлены также примеры. School Small Talk. Это что это такое. О чем могут говорить дети. Вы можете их направлять. Кстати, не забывайте, что дети не все могут владеть той или иной лексикой. Поэтому ваша основная задача их направить в то русло, которое нужно вам. А они уже подхватят. И, например, это все можно прослушать. Вот эти вот примеры. School Small Talk. И далее можно это все обыграть. На вопросы ответить. В упражнении 1B, к примеру. И те... Та информация, которая дана у вас курсивом, ученики могут заменить на свою. И, соответственно, сделать мини-инсценировку. Такой вот получится мини-мини диалог. Или по примеру этого составить свое. Как вариант. Вот. Вот. Скажите, пожалуйста, какой из методов вам больше по душе? Mindmap? Или же карта памяти? Вот ролевую игру можно совместить и с тем методом, и с тем. Ну, это займет, конечно же, минут 5-10 в целом, если это все правильно проработать. Вот. Елена пишет Mindmap. Нравится в основном карта памяти. Ну да, согласен. Более доступна для среднего звена. Итак. Теперь переходим с вами ко второму этапу. Это осмысление содержания. Осмысление содержания может занять уже большую часть урока, буквально 25-30 минут. Самое главное в этом – это контакт с новой информацией. Сопоставление этой информации с уже имеющимися знаниями. Также направление внимания на поиск ответов на вопросы. Анализы обсуждения услышанного или прочитанного. Вот. Это самое главное в этом этапе. На этом этапе. И мы с вами переходим к методам осмысления содержания. Они на ваших экранах. Древо предсказаний, линия ценности и insert. Какие из этих трех методов вам знакомы, уважаемые коллеги? Древо предсказаний, линия ценности или insert. Вот нам пишут первый, кому-то знакомы все, кому-то никакие. Первый, третий. Ну, в общем, всем знакомо понемножку. Вот, теперь давайте более детально об этом поговорим. Первый метод, который я вам представлю, это будет древо предсказаний. Его цель – это развить образное мышление, соотносить аргументы и факты, и умение мыслить перспективно. Но я вам представлю слегка модернизированную версию данного метода. Почему? Обычно используется сюжетный текст. Сюжетный текст для этого метода. Вот как это выглядит примерно. Сам ствол дерева – это тема, куда вы вписываете. И задается вопрос. What will happen at the end? Что случится в конце? Дети высказывают, записывают свои предположения, которые делятся на два вида – вероятно и возможно. И они уже аргументируют, почему они так считают. Текст можно читать по частям, дабы упростить задачу. Таким образом, они будут анализировать информацию более тщательнее, на мой взгляд. Но я вам хочу представить, как я говорил, более модернизированную модель этого метода. Именно по картинке. Смотрите. Стоят две девочки. Они общаются. А мальчик и девочка, девочка на заднем фоне и мальчик на переднем фоне, стоят, не разговаривают. Мальчик скрестил руки, видимо, ему что-то не понравилось, он обиделся. И девочка тоже расстроена. Возможно, мальчик с девочкой поссорились. И тут необходимо детям дать пищу для ума. А что же произошло? Или как их помирить? Для этого у нас есть вопросы-подсказки. Why doesn't anyone come to talk to the boy? Почему никто не подходит поговорить с мальчиком? Или why doesn't anyone come to talk to the girl? Почему никто не подходит поговорить с девочкой? Опять-таки, вы выполняете координирующую роль. Дети стараются своими высказываниями определить, что же произошло. Вы можете им подсказать, указать на то, как они стоят. Возможно, это их натолкнет на мысль, то, что, видимо, с ними никто не общается, потому что вот их жесты говорят о том, что они обижены. Тем самым вы подводите их к такой вот подтеме body language. Соответственно, есть мини-текстик на эту тему. И дети уже могут, перед тем, как прочитать, разобрать текст, дать свои варианты. А что же такое, хороший язык тела или плохой? И опираясь на картинку, они записывают свои аргументы. Далее они читают текст, разбирают его и, соответственно, уже могут проверить свои записи и посмотреть, были они правы или нет. А если мы говорим с вами уже непосредственно о тексте, то, например, вот текст, опять-таки, мы говорили о языке тела, именно человека, то тут у нас с вами, в пример, взят текст о языке животных. Тут можно высказать свои предположения, например, вот упражнение под номером 1, под номером 3, прошу прощения, это dance language, animal sounds, tail stock and body language. И постараться определить, а кто из представленных животных общается именно вот так, а кто вот так. И они свои предположения либо озвучивают, либо опять-таки записывают, далее разбирают текст и проверяют. И в конце текста есть ряд вопросов, на которые вы также сможете ответить. Суть проста этой технологии, основного мышления, как вы могли заметить, это устная разговорная практика. То есть мы в основном практикуем, стараемся, чтобы наши дети потихонечку учились хоть как-то думать, мыслить по-английски. Вот, это было древо предсказаний. Следующий наш метод это линия ценностей. Линия ценностей это разновидность кооперативной деятельности. Она рекомендуется для того, чтобы выявить мысли учеников из таких проблемных вопросов, где возможны разные ответы. Я имею в виду, что есть возможные степени согласия или несогласия с каким-то заявлением или утверждением. То есть здесь есть прямая возможность высказать свои «за» или «против». Также мы полностью фокусируем внимание на определенном проблемном вопросе, который мы хотим поставить. Вот давайте мы с вами проведем такой мини-интерактив вместе. Вот линия ценностей. Ставится вопрос, требующий ответа «да» либо «нет». Внимание, вопрос, коллеги. Считаете ли вы, что учитель должен воспитывать ребенка в школе, а не родители дома? Да, так считаю. Нет, так не считаю. Вот мне интересны ваши мысли. Лена пишет, что она так не считает. Большинство пишет, что нет. Кто-то поддерживает оба варианта. Марина Викторовна, например, скорее нет, чем «да». Должны работать сообща. Хорошо. Дарья Валерьевна нам пишет. В общем, мы с вами, можно сказать, что поделились на три группки даже. Потому что если полное «нет», мы с вами переходим в одну сторону. Если полное «да», то другую. Если вы поддерживаете 50 на 50, либо считаете, что должны воспитывать и одна, и другая сторона, тогда мы с вами остаемся посредине. Например, мое мнение тоже, что и школа, и родители должны работать в таком вот симбиозе вместе, дабы достичь лучших результатов и успеха для наших учеников, наших детей. Вот. Если бы мы с вами, например, были бы в классе, мы бы детей тоже поделили бы на две группы. И перед тем, как войти в одну из групп, мы бы аргументировали, а почему мы так думаем. А вот теперь, коллеги, вопрос к вам. Почему вы так думаете? Почему вы считаете, что именно учителя должны воспитывать детей, а не родители? Или наоборот, именно ваше мнение, чтобы присоединиться к той или иной группе. Вот Людмила пишет, и те, и другие однозначно. Воспитание закладывается с детства. Да, все идет из семьи. Так очень часто говорят многие. Угу, хорошо. Марина Викторовна пишет, что и те, и другие оказывают большое влияние на ребенка. Совершенно верно. Лейла пишет, что воспитание начинается дома, а учитель может только корректировать немного. Хорошее мнение. Хорошая позиция. Лена Марванова пишет, я прошу прощения, если я неправильно фамилию произнес, как мама, она считает, что должна воспитывать своих детей. Однозначно в семье. То есть, видите, вы проаргументировали, соответственно, только после этого мы вас допускаем в ту или иную группу. Также мы говорим и на уроке, когда ставим какой-либо вопрос, по тому же, например, самому тексту. Там, кстати, вот где были мальчик с девочкой, про body language, когда мы с вами разговаривали, то там еще есть задание, где вы можете дать совет. А что нужно сделать, чтобы они помирились? Вы считаете, что они должны помириться, а кто должен первым подойти? Вы считаете, должна быть девочка или мальчик? Дальше у вас пойдет и работа, например, если это совет, там есть глагол shoot, вы его можете попрактиковать, вспомнить. То есть, тоже идет актуализация знаний, ну и так далее. То есть, такой вот очень хороший интерактив и для среднего звена, и для младшего звена. То есть, дети очень любят двигаться, особенно если это действительно младшее звено, то для них линия ценностей подойдет очень хорошо, даже для среднего. Я использовал эту технологию на седьмом классе, вы знаете, тоже захотели подвигаться, и вполне я был доволен результатом. То, что даже те, кто менее активный, поскольку вот группа, целый класс встал, естественно, им тоже пришлось подвигаться, они даже улыбались, ну, в принципе, результат был достоин, хороший. Вот, такой вот метод. Третий наш метод, о котором мы поговорим, это insert. Название приема представляет собой такую вот аббревиатуру. Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking. Интерактивная познавательная система для эффективного чтения и размышления. На самом деле, стратегия всем очень хорошо известна, поверьте мне. Единственное, что эта стратегия используется именно с маркировкой. Например, дан текст, к примеру. Плюсик ученик ставит, если он знает тот или иной факт, минус, если не знает, вопрос ставит, если для него это что-то новое. Но я решил выбрать более простой вариант, тот, который нам с вами привычен. И вопрос вам, уважаемые коллеги. Как вы считаете, какое же это само задание, что подразумевается под этим методом insert? Даю подсказку. Есть текст, мы прочитали с вами текст. И после текста есть те или иные утверждения. Да, true, false, doesn't say. Нам пишет Дарья Валерьевна, и это абсолютно правильный ответ. Это маркировка слегка упрощенная. И следующий, именно этот метод я вам хочу показать на нашем следующем пособии. Олимпиадные задания для пятых, шестых классов. Дано аудирование с высказываниями. Вы слушаете аудирование первый раз, второй раз дети выполняют задание, третий раз вы проверяете, и там вы уже смотрите, кто что понял. Но, дабы упростить задачу детям, вы можете сделать скрипт. В этом пособии есть в конце учебника скрипт на любое, на каждое аудирование. Вы можете раздать тексты, чтобы именно ученик, который ошибся, не вы его исправили, а дали возможность поправить его именно однокласснику. Чтобы сам одноклассник, опираясь на текст, смог высказать свое мнение, а как у него, а почему. И чтобы он именно в тексте нашел эту информацию, что да, именно вот так. Я это нашел здесь, я готов это вам показать. Также все неизвестные слова, если они есть, они у вас даны ниже аудирования. Если мы говорим о более привычном варианте, то это, конечно же, чтение текста. Опять-таки, читаем, разбираем текст. И выбираем, было верно утверждение или неверно, к примеру. Вот, тут все очень просто. Видите, стандартное задание, а на самом деле, оно опять-таки, выполняет функцию поискового чтения, и это держит наши мысли и мысли детей в дисциплине. То есть, они уже ищут конкретно, они знают, что от них хотят, и пытаются найти то, что требуется, чтобы правильно ответить на тот или иной вопрос. Далее переходим к такому понятию, как анаграмма. С таким методом приема работали ранние анаграммы, уважаемые коллеги. Наталья Владимировна пишет, что да, работали. Светлана пишет, что да, Лейла, хорошо. То есть, все работали, всем это знакомо. Для тех, кому не знакомо, постараюсь объяснить. Все очень просто на самом деле. Скорее всего, вы работали, просто не знали названия. Поэтому, поверьте, все очень легко. Анаграмма в первую очередь способствует развитию мышления, внимания и скорости мысли. Вашему вниманию я представляю такое вот задание. Дам текст, он просто разбит на несколько частей. Слова справа на экране в беспорядке. То есть, буквы перепутаны местами. Это задание очень хорошо использовать группой. Ну, либо индивидуально. Да, первая таун, совершенно верно, развивает скорость мысли. Нужно это слово вставить в текст, уже написанное верно. То есть, полностью буквы поставить на свои места. Далее, что самое интересное, это же задание можно использовать и в старшем звене. Только там уже будет немножко усложнено. Там буквы, опять-таки, в словах перепутаны. Но нет конкретного места, куда это слово необходимо подобрать. То есть, сложность увеличивается. Если это, например, младшее звено, то очень хорошее задание, это когда дано предложение, и слова в предложении перепутаны. То есть, прямой порядок слов нужно выставить. Как раз вот та вот актуальная, насущная тема, которая очень важна на первых стадиях обучения английскому языку наших учеников. Вот такой вот прием. Он очень интересный. Кстати, коллеги активно отвечают на вопросы. Это очень здорово на самом деле. И, судя по вариантам, все верно. Молодцы. Спасибо за вашу такую активность. Очень приятно. Итак, вот такой вот метод. Очень интересный. И рефлексия. Третий этап. Третий этап, он же завершающий. На него тоже нужно отвести буквально 5-10 минут. В зависимости, как у нас прошел урок в целом. На каком темпе он проходил, с какой скоростью. Смогли ли мы с вами заинтересовать детей. И рефлексия, и первый прием, который я хочу вам представить, это общее или уникальное. Итак, общее уникальное способствует развитию метапредметного умения. А именно выделять и кратко представить общие и особенные черты при сравнении двух и более предметов, явлений или фактов. Это также способствует развитию аналитических способностей. Для этого приема можно использовать графический метод. Кольца венна. Кто-нибудь слышал о таком методе, графическом методе кольца венна? Никто не слышал. А нет, Светлана слышала, Роза, Анастасия не слышала. Хорошо. Вот кольца венна на самом деле бьют именно в точку. В рефлексии. И мы сейчас с вами о них поговорим. Вот смотрите. Вот так они выглядят. Два кольца налегают друг на друга. Уникальное. Какой-либо объект, предмет, персонаж. А в центре мы пишем, что же у них похожего. Чем они похожи. Два вроде бы одинаковых явления действия, но у них есть что-то общее. То есть мы с вами после проработки, отработки той или иной темы, пожалуйста, можно посмотреть на то, как дети смогут сравнить, найти общие факторы. Вот к вашему вниманию пример из текста в языке животных. Bees, Peacock. Пчелы и павлин. Два разных объекта. Ну что же у них общего в языке? They dance. Они танцуют, когда общаются. Dolphins and whales. Дельфины, киты. Два общих объекта. Ну что их... Два разных объекта, прошу прощения. Ну что же у них общего? They make sounds. Они издают звуки при общении. Соответственно, это задание для старшего звена можно усложнить. Я, например, делаю вот так. Я раздаю отдельно маленькие круги, отдельно большие. Далее, что необходимо. Дети сами пишут конкретно, что они сравнивают, какие разные явления и объекты. И пишут общее. А дальше они их скрепляют, соединяют. Для детей помладше можно использовать наглядные картинки, например, наглядные пособия, чтобы им было... Так они лучше воспринимают, когда видят в младшем возрасте. И фидбэк после этого очень здоровский. Так. Идем дальше с вами. Далее... Далее у нас с вами идут кластеры. Грозди. Кластеры. Это систематизация понятий явлений. Также это графический метод, что самое главное подчеркнуть. Активация, опять-таки, происходит лексических единиц. И можно получить связное высказывание. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, а вот активация единиц в речи, когда мы о них говорим, на каком этапе также можно использовать данный кластер, данный прием, данный метод? Если мы активируем вызов, да, совершенно верно. На самом деле кластеры также можно использовать и в вызове, и в рефлексии. Идеально подходит и туда, и туда. И кластер по ходу всего урока можно дополнить. То есть делаем кластер на отдельной доске, например, или раздаем, опять-таки, пособия детям, где они могут дополнять-заполнять какую-либо информацию и дальше уже смотреть. В конце урока проверять, были они правы или нет. Если что-то было неверно, можно исправить. Вот так это выглядит. Например, у нас была тема язык-дела, body language. Мы ее прорабатываем на основном этапе. Разбираем ту или иную лексику, которой можно пользоваться, и далее они уже записывают. Что такое body language? Have eye contact. Прямой контакт глазами. Smile. Улыбнуться. И shake hands. Пожать руки. Для младшего звена, опять-таки, это будет очень прикольный интерактив, когда они смотрят у друг друга глаза, улыбаются, жмут друг другу руки. И таким образом, когда именно маленькие дети начинают двигаться, именно полностью вовлечены в процесс, не только умственно, то они быстрее запоминают. Соответственно, они в дальнейшем будут намного эффективнее выполнять задания уже посложнее. И переходим к нашим итогам. Вот, смотрите. Какие из перечисленных средств мышления лучше использовать в начале урока, в середине и в конце? Как вы считаете? Если мы подводим итог, то ваше мнение очень важно. Что из этого можно использовать? Круги вена. Очень понравились, пишет Дарья Валерьевна. Да, очень интересный метод. На самом деле, я его стараюсь использовать как можно чаще. Вызов, вот пишет Лейла в начале урока. Да, потому что вызов, он нестандартен. Это как замена повседневных фраз в разминке. Ну, что-то вроде, кто сегодня дежурный, кто отсутствует и так далее. Вот кому-то понравился мозговой штурм, вызов чаще всего нам пишут, хорошо. Кому-то mind map, отлично. Далее, какие из перечисленных средств вы планируете использовать? Вот что вам понравилось больше всего? Что вы считаете, что для ваших детей это будет идеальный вариант? Нам пишет Майя, мозговой штурм. Тамара Валентина напишет mind map. Татьяна, кластерс. Да, хороший выбор. Александра, мозговой штурм. Татьяна Леонидовна, мозговой штурм убирает. Кольца попробуем. Да, это очень будет хорошая проверка. Но опять-таки хочу повториться. Уважаемые коллеги, с первого раза может не получиться. Потому что дети должны привыкнуть к этому и любая информация, что-то новое, когда мы хотим дать нашим ученикам, необходимо давать все такими вот небольшими порциями. Чтобы они привыкали, входили в систему и потом вы уже будете видеть, насколько у вас все будет слажено. Только это наша сама по себе устойчивость, усидчивость самого учителя приведет к успеху. А ученики, при виде того, что учитель придумывает какие-то новые элементы, новые ходы, также вполне заинтересуют. Еще раз повторюсь о кластерах. Вот пишет Роза, что кластеры, да. И повторюсь еще раз таки, что можно использовать и в вызове, и в рефлексии, и на протяжении всего урока их можно дополнять. И уже в конце, если мы их использовали и в первом, и в последнем этапе, можно получить уже связанное высказывание на ту или иную тему. Поэтому в целом это очень хороший выбор. А теперь финальный вопрос, уважаемые коллеги. Какие средства не подходят для ваших учеников? Вот какие вы считаете, вот мои дети не потянут? Ведь перед тем, как дать то или иное задание, мы с вами в первую очередь опираемся на индивидуальные особенности, способности ребенка. Вот Дарья Валерьевна пишет, что все пойду, главное правильно подать. Да, древо. Древо сложный метод, я согласен, но его можно упростить. Я вам предложил как вариант. Чаще всего, еще раз повторюсь, он дается именно с текстом, либо с картинкой. Там дети высказывают свои какие-либо предположения. Но это можно дать и старшему звену на самом деле. По поводу инсерта, смотрите, если мы говорим о той или иной маркировке, например, там плюс знаю, минус не знаю, знак вопроса новая. Тогда да, возможно это будет сложно, но опять-таки на первых порах. А упрощенный вариант, где правда, неправда или не сказано, если мы говорим о высказываниях по тексту или по аудированию, тогда это самый оптимальный вариант, где мы будем стараться, именно используя данный метод, учить наших детей мыслить и находить важную информацию. То, о чем мы с вами сегодня говорили. Да, в старшей школе, нам Арина пишет, могут все подойти. Да, уровень подготовки группы также важен, но опять-таки, если группа не очень сильна, можно задание упрости, сделать их проще, сделать слова попроще, лексику подобрать именно под уровень ребенка. И все равно любой из методов можно попытаться попробовать выполнить в разном ключе и с разными учениками. Вот. Итак, уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, я бы хотел теперь подвести итог нашего сегодняшнего вебинара. Спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились. Надеюсь, информация была для вас полезной, вы узнали для себя и почерпнули новые какие-то знания, приемы и будете их использовать в дальнейшей деятельности. И сейчас я вам скину в чат ссылку на скачивание сертификата. Вот. Ловите. Отсылаю. Отсылаю. Вот. Также вы можете, кому интересно, воспользоваться... Одну секундочку. Вы можете получить напечатанный сертификат участника. Вот так он будет выглядеть. Обратите ваше внимание. И я вам оставляю на экране инструкцию, как именно можно получить данный сертификат. По поводу презентации, я думаю, будет можно. Если что, я думаю, это будет без проблем. Да, запись, я думаю, тоже будет в ближайшее время. У всех будет возможность при необходимости пересмотреть. Спасибо большое за вашу активность. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень приятно было сегодня с вами работать. Вы показали очень необычную активность. Действительно, у нас получился хороший интерактив. И для тех, кому интересно, уже в понедельник, 27 августа, в 11.00 и в 17.00 по московскому времени, я буду давать еще один вебинар. Тема будет «Типичные трудности в ОГЭ и как их решить». Присоединяйтесь. Постараюсь сделать вебинар также интересным. Постараюсь выделить основные трудности, с которыми мы с вами можем столкнуться. Если какие-то трудности я не учту, вы можете меня дополнять. Мы с вами проведем такой же интересный интерактив. Спасибо вам огромное. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...